Назовите столицу Европейского Союза. Опачки, второй вопрос уже такой. Столицу Евросоюза, что у Евросоюза есть еще. Прикинь. Что такое лукоморье? Лукоморье? Ух ты. Кто здесь? Здорово, я, как вы думаете, где? Смотрите, антураж, конечно, поганенький здесь, как обычно. Приехал, не подготовились, ни к чему, ничего не убрали, ни забор, ничего. Москва-сити. Это Кремль, правильно? Да, да, да. А ты местный вообще, прям, коренной? Почти, почти уже, да. Родился здесь? Почти полгода же. А мне Ванек написал, говорит, есть треш-мнешь там серьезный? Какой у нас был трем-нем, можете посмотреть на втором канале, правильно? Да, да, да. Все четко. А как ты без варежек? Ну, пока нормально. Так, Москва, я первый раз на Красной площади. Не впечатлило, так скажу. На троечку. Думал, что это все побольше. Не, я на второй канал, переходите, я расскажу свои впечатления. Будет обзор по Москве. Все будет очень серьезно. Я профессиональный обзорщик вообще городов. В крови. Все это у меня. Поэтому все будет на втором канале. Новый микрофон. Я вообще очень серьезный парень сегодня. Идем к этому, к Ленину поближе. Потому что я в инстаграме всем дал понять, что я приеду. Вдруг, ну, Ванек пришел. Глядишь, кто еще подтянется. Пойдемте, господа, туда потихонечку. Ля-ля, ля-ля. Мы идем. Нас снимает скрытая камера. Что-то хотел сказать. Да нечего сказать. А, кто не знает, что за движение. Задаю пять вопросов. Плачу пиньоны. Тысячу, тысячу рублей за правильные ответы. Это такое шоу. Народное шоу. Очень оно модное. Ты же смотришь это шоу, да? Конечно. Тебе заходят, да? Да, нормально. Ну, людям заходят, понимаете? Поэтому мы снимаем. Вопросы за бабоса. Братиш, я издалека понял, что ты наш человек. Да, я к тебе пришел специально. Красава. Как зовут тебя, братиш? Илья. Ты сам московский парень? Не, не, я не московский. Откуда ты? Из Тобольска. Еще в Москве-то-то. Я по делам. Что за делишки? Солучие жизни приехал. Мутные делишки? Нет, у тебя вопросы за бабоса, а я решаю вопросы за бабоса. Ёшкин кот, как ты решаешь все это? Расскажи. Просто так. Звонят, я решаю. Какие кейсы есть? Ну, я не хотел бы рекламироваться на самом деле. Я так просто. Ты на ушках мне скажи. Всякие разные. Смотря сколько бабосов. Так, Илюх, что погнали? Давай не будем. Верепенец? Ну да. Кто такая была великая Ванга? Ванга? Ванга. Прорицательница из Молдавии, кажется она. Второй вопрос. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь на дубе том. Что такое лукоморье? Лукоморье? Ух ты. Врубаешься, да, откуда ветер дует? Ну да, 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 это Александр Сергеевич, что-то в лукоморье. Это, наверное, пруд какой-то? Нет? Почему лукоморье? Не знаю. Что-то я поплыл. У нас в Питере есть Гатчина, в Ленобласти такой город. И там под Гатчиной Пушкин находился и увидел пруд в виде лука. Спасибо за этот вопрос жене Антона Гусара, у которого есть баня на колесах. Песня. А что это? Ну я не очень музыкант, на самом деле. Такая же фигня. На столе чистый лист, не списан он чист, совсем белый, как снег, не примятый. Забыл, как там мотив дальше поется. Пока не понимаю, что за музыку? Нет, вообще первый раз. Подожди, дай-ка, я с другого начну. Почему-то глаза смотрят не на меня. Я не знаю, я лечу, короче, куда-то. Давай с припева сразу же. Я тебя нарисовал, я тебя нарисовал, только так и не познал твоей любви. Я не верю, что пройдет моя любви. Я разошелся. Любовь и тебя я не увидел. Знаешь это? Я же могу варианты накидывать. Конечно, конечно. Какого угодно. По-моему, это то ли Нэнси, то ли комиссар. А на самом деле это и сейчас другим. Спасибо нашим родителям, что ты ответил на этот вопрос. А сколько тебе годиков? Мне 24. Рассказываю историю. У меня не было магнитофона. И мне дед дарит в первом классе, как это называется, плеер. Кассетный. Кассетный плеер. Ну, тогда не было еще дисков. Мне 33. Мне 33. Мне 33 годика. И, короче, мне тетя дает кассеты. As of Bass. Майкл Джексон. Таня Буланова. Нэнси. Я нэнси заюзал нано просто. Сейчас стыдно, что я эту песню не смог спеть вообще. Я говорю, плохо сегодня подготовился. Четвертый вопрос. О, сложный. Как в старину на Руси называли пальцы? Перста? Итак, пятый вопрос. На тыщенку поехали. Как звали древнего ученого, который произвел свое основное открытие, погрузившись в ванную? Погрузившись в ванную? Ну, да. А что за открытие? Об этом история мало чего? Да я могу рассказать. Хотя я хрен его знает. Подожди, сейчас я вспомню. Короче, он погрузился в ванну, и вода оттуда вытекла. И из-за того, что оттуда вытекла вода, объем... Господи, сейчас меня будут костерить, что я ни хрена не знаю. В воду ты кладешь, камень, и водичка выливается. Понял. И поэтому тот объем, который... Древний, да, какой-то? Рассказываю историю, все вспомнил. Как все случилось? Какой-то был там царь, и царю нужно было узнать, сколько вот в той херне, которой ему подарили золото, а сколько серебра. Он подходит к этому ученому и говорит, давай разберись, что мне за фуфло подкинули. Говорят, золотое. А мне кажется, что и там серебро. Тот сидел, сидел, думал, залез в ванну. Когда он в нее залез, вода из нее вытекла, и он подсек, как надо замутить. Он взял эту хрень, которую подарили, засунул в воду, и там мог как-то рассчитать, сколько золота и сколько было серебра. Это был закон. Архимед это был? Говорит все, что... Господа, дети, учитесь в школе хорошо, и когда-нибудь вы встретите ЖЭКу, и вам пригодятся эти знания школьные, как мне. В другие моменты они мне вообще не пригодились. Так что вот, ждите, ловите ЖЭКу в своем городе. Привет передай, я не знаю. Ну, никто не смотрит твой канал, кроме меня. Да, из моих друзей. Но я всем покажу обязательно, тем, кто меня не верил, что я умный. Походу, к тебе кто-то еще пришел. А вон девушке, уступим место, может, пацаны. Да, хорошо. Так, привет, как делишки? Отлично. Давай сменим какую-нибудь локацию, чтобы мы смотрели теперь не на эти деревья, а вот на вот эти деревья. Или вот на вот эту вот, мандулу. На стройку прекрасную. Давай на стройку, ты не против? Конечно. Вот Москва, ребят. Из области на электричке прям сразу. Серьезно? Да, после инстаграмных сторис. Так, это откуда-то? Загорянский поселок. Ни хрена не знаю. Село, короче. Ничего я не знаю, да. Сколько у тебя годосиков? 27. Ты молодая мадамма? Да, пока еще. Давай сразу же начинать. Хорошо учишься, да, все? Слушай, ну в институте на красный диплом шла почти, в школе нехорошо. Давай что-нибудь сложное задать и найду. Ой-ой-ой. Как называется самое глубокое место в мире? Марианская впадина. Назовите столицу Европейского Союза. Опачки, второй вопрос уже такой. Она шла на красный диплом. Столицу Евросоюза. А что, Евросоюз есть еще? Прикинь. Да ладно. Сам вот узнал, когда готовился к этому выпуску. Ну, слушай, на втором вопросе завалиться, конечно, не хочу. Варианты. Давай. Брюссель, Вена, Париж, Германия. Так, Германия не может быть столицей. Брюссель, Вена, Париж. Брюссель. Так, музыкально. Как тебе музыкально? Нравится? Обожаю. Кто-то пишет, типа, прекрати, отписка, все, не надо петь. Но, кстати, на музыкалках я прям очень мало угадываю. Много угадываешь? Мало. А, мало. Тогда тебе сложная. У меня дебют. Иностранная? Не, русская. Трудное счастье мое, спит у меня на плече, звезды горят для нее, ангелы кружат на ней, тайная грусть, словно тень легла на губах. На-на-на-на. Ой, сухо. Давай с припева. Давай. Притомился ангел мой, в небесах летая, ночью погрустил со мной, а к утру растаял, сказки краткая глава, ночь накануне рождения. Ну, я так, я еще спел так, перевес поет сильно, а я не могу. Из российской эстрады кто-то, наверное. А он таким голосом поет, я в жизни так не спою. Голосом. Вопреки. Пресняков, что ли, какой-нибудь. Она была. Валерка Меладзе, конечно. Валерка Меладзе. Валерка Меладзе. Эту песню я не знала. Вот я, у меня микрофон новый, тот был длинный, пятиметровый, а этот метр двадцать. Я все боюсь, что... Дергаешь мне, да? Да, 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 дергают. Нормально, да, все не оценил. В последнем видео, знаешь, не пришлось там потом накладывать. Ты видела, да, что было? Да, вообще. Притомился ангел мой. Так, на чем мы с тобой остановились? На Валерке Меладзе. На Валерке Меладзе. Ходила я на его концерт, кстати, в 2007 году. В Олимпийский, когда он еще стоял. Третий вопрос или четвертый? Был третий, сейчас будет четвертый. В случае, если солнце погаснет, сколько еще времени мы будем видеть его в небе? Варианты. Это будет 3 часа 8 минут. 7 дней 45 минут. 367 дней, либо 8 минут. 7 дней, либо 367, мне кажется. Наверное. Но я думаю, это не минуты. Мне кажется, что это либо 7 дней, либо 360. Позвоним кому-нибудь. Позвоним кому-нибудь. Да, можно. Сколько там у нас Акома осталось? Я боюсь, что он сядет. Ты гляжу. Мы ему очень позвоним. Он умный чувак. Как зовут? Максим. Давай. Алло. Слушай, короче, я тут внезапно для Ютуба снимаюсь на Красной площади. Вот, мне нужно... Ну, внезапно она снимается. Ну, ладно, не внезапно, специально ехала. Короче, мы на громкой связи, мне нужна помощь с ответом на вопрос. Если солнце погаснет, сколько еще времени мы будем его видеть? 3 часа 8 минут, 7 дней 45 минут, 367 дней или 8 минут? Гуглит. Ну, я думаю, что это либо 7 дней, либо 360 дней. Минуты, часы или дни? Не знаю, Алло. Если честно, то я думал, что это минуты, скорее всего. Но я думал, что это все-таки минуты или часы. Потому что... Понятно. Хорошо, спасибо. Ладно, спасибо. Будем надеяться на удачу. Так, либо минуты, либо часы. Он сказал, вот я почему-то думала, что это ближе к году. Так, 8 минут или... Сколько часов? Дней. Так, 3 часа 8 минут, просто 8 минут, 7 дней 45 минут, либо 367 дней. Давай 3 часа 8 минут, наверное. 3 часа 8 минут. Или 8 минут. 8 минут. Или 7 дней 45 минут. Да что ж такое. Может, год все-таки? Да там любой вариант, может быть. Он сменит локацию. Слушай, а Володя сейчас там сидит? Он обычно там сидит? Ой. Да? А, ты не знаешь, ты живешь в области. Я знаю, он сидит. Давай на Володю, чтобы тут так вот было. А, погоди, наверное, солнце прямо на нас светит. Не-не, переворачивайся. В другую сторону, в другую сторону. Вот так вот делаем. Вот так вот. Ну, давай, отвечай. 8 минут. 8 минут? Правильно, поехали дальше. Офигеть. Пятый вопрос. Вещество без явных лечебных свойств используемое в качестве лекарственного средства, лечебный эффект которого связан с верой самого пациента в действительность препарата? Плацебо. Да, плацебо. Все, давай, желай всем спокойной ночи. Там сидела? Спокойной ночи, доброго дня. Никогда на камеру ничего не говорила. Короче, Жеке, я желаю до этого Нового года, до следующего, все-таки миллион подписчиков набрать. А в Инстаграме, на эфирах, чтобы тоже было народу много. Спасибо огромное. Вот, офигительный контент вообще из такого рода. Вопросов за бабосов несколько блогеров снимают, вроде вот. Но это самый офигенный, самый крутой, что я аж прям даже из области приехала, чтобы вот вживую можно было пообщаться, да. Поэтому я очень рада. Жеке, спасибо тебе, спасибо. Всем хорошего настроения и прекрасного дня. Подтягивайтесь сюда. А можно фоточку? Да, конечно. Можете пока взять микрофон в руки. Только смыть аккуратно, это новый микрофон. А можно мой фокус показывать? Давай, конечно, показывай. Давай, делай фокус. Меня зовут Паша, вот, и я фокусник. Давай, чтобы тебя слышно было. А, окей, держи, ты меня будешь, да, с микрофона. Я взял кольцо, переместил левую руку, ударил. Немножко не получилось, еще раз. Взял левую руку. Подмерз, что ли? Давай немножко по-другому. Она оделась, просто холодно. И его с легкостью можно снять. Раз, два. Она снялась с пальца. И на самом деле, если немножко подуть, она опять оденется мне на пальчик. И также, если взять кольцо, как я изначально сказал, что невозможно потерять. Если взять кольцо куда-нибудь выбросить, она оденется опять на указательный палец. Просто холодно. Что, камера еще не села? Поменяем батарейку. Меня зовут Сергей, ну, Сережа. А я Паша. Вот мы оба фокусники и удивляем людей. И пришли к тебе, нашли тебя. Отвечайте по очереди. Но друг другу не подсказывайте. Так будет прикольнее. Кто начинает? Ты начинаешь первый. Где берут начало Олимпийские игры? В Афинах. Греция. Что такое перфекционизм? Это когда ты хочешь к идеальнице стремишься. Вот четко, братан. Третий вопрос музыкальный. Хорошо, что Юния поплыл. Иностранное. Типа, кто поет. И припев. Я не знаю, что мелодию. Я не знаю исполнителей. я не знаю исполнителя очень проблем завалились на музой был блин получается ванек слыхала я слышу тоже он не знаете этого думал тут же алтон джон да inglis money а мне а лэн аaireн а он и лишь мой ню и ну на 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 гитаре но блин я не знаю все что ты напеваешь я это все слышал но я понятия не имею как зовут исполнитель даже значит сами делать неужели все неужели переходим к фокусу принципе можно да что мы с музыкой и так и планировали что мы заваливаем я вот знаете вот некоторые там в комментах обижаются типа говоря о том что вот ты заваливаешь на музоне из какого хера мы должны это знать но я не знаю ну такое шоу кучу я могу поделать с этим пальцем в небо пром депи шмот не не депи шмот ладно пока вы показываете фокусы может быть вспомните кто это давайте фокусу давайте сделаем может быть эти фокусы будут на втором канале монтаж покажет а вот эту клуб жопа позову да вы проиграли инстаграм за улупим конечно ты скажи его назови можно показать просто покажет короче нижняя дудис п дудис а и но как бы мету ребят метод да все-таки думаешь туда так вы нас смотрите да как часто каждую неделю вы ждете выпуски да когда хочется поумничать то есть как мы вот сидели голые в бане вы это не видели слава высоком годиков так а именно к своей быстренько называется полина наташ наташа отвечает первое наташа кто был режиссером ты не подсказываешь фильма иван васильевич меняет профессию молодежь вот так вот на за в школе ты хорошо учились небось ну в школе ты хорошо на тройке да да не на все еще на пятерке ну честно такой попадос помощь полинке если бы нет нет советское время снимали комедии классный такие как иван васильевич имеет профессию такие как бриллиантовая рука например да смотрели никулина знаю на буковку г он был гай 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 я не знаю я не знаю что делать ну ладно давай чего смучу гай дай ну девчонки не знают ну нет не то поколение второй вопрос тебе столица таиланда ну ладно мои умственные способности тут отключились кто хоть я чуть ты подсказываешь ли у вас тут по одному вопросу на 1 и не пхукет на перегорел я сам девчонки это вопросы стали сложнее ну да меняется шоу мы меняемся раньше я глазами искал молоденьких а для чего искал молоденьких чтобы они ответили неправильно и вот такой был контент сейчас мне неважно правильно или неправильно но взрослые для взрослых эти вопросы как добрый день а тем более кто смотрел фильм мальчишник в вегасе тот знает столицу таиланда бангкок точно точно мимо касса пролиции мимо не расстраивайтесь все хорошо тут на меня еще смотрят люди тогда это пойдут дальше спасибо все покажется бомба буржу ребята здравствуйте я сейчас время уже по 1 но когда вы скачали сегодня? В 10 утра? А, подожди, у меня же левая страна рабочая, точно. У меня с этой стороны кривые зубы, а здесь типа четко. Я могу так улыбаться лихо. Тогда работаем на него. Мы же попадаемся четко. Спасибо тебе. Нашелся оператора сегодня. Как зовут? Таня. Вася. Что скажете? Привет. Здрасьте. А сколько я уже людей сегодня окучил? Пятые. Пятые, да? По очереди отвечаем? Нет, я в поддержку мужа. А, вы как? Я спрашивал уже, как вас зовут? Да, Таня. Вы что, прям назвались все именно? Да. Ёлки-палки. Это был первый вопрос? Итак, Олег, вопрос тебе. Последний президент Советского Союза. Горбачев. Второй вопрос. Абсолютная величина числа? Модуль. А видно вот это все вот эти сопли, которые на усах? Конечно. Не видно? Видно? Не видно? Все нормально. А ты что сказал? Модуль. Музыкальная. Так, конечно, музыкальная. Это я пел сегодня. Это я пел. Это я пел. Это я пел. Вы любите попеть? Муж любит очень. Караоке. Попеть любим, но не умеем. Такая же фигня. Может быть, вдвоем споем тогда? Ну, не знаю даже. Можно попробуем. Попробуем. Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. Не хочу, чтоб ты лишь гостем был в сумраке ночей и в судьбе моей. Продолжаем. Опа. Продолжаем. Вот это интересно. Продолжаем, а не подозвольте исполнителя. Могу еще пару срочек. Я люблю тебя, как любят в жизни раз. Словно солнца в мире не было до нас. От забот и мелких ссор ты меня увел. И ключи от счастья для меня нашел. Для меня нашел. Любовь похожая на сон. Так? Да. Здорово. Счастливым сделала мой дом. Алла Борисовна, следующий вопрос. А вопрос какой был до этого? Музыкальный. А, точно. Итак, вопрос очень сложный. В честь кого был назван город Санкт-Петербург? Ну, я предполагаю, в честь Петра Первого. Лысого. Значит, Святого Петра. А кто он был по жизни, Святой Петр? А вот это вопрос, конечно. Все думают, что Санкт-Петербург назван в честь Петра Первого. Даже Петр Первый так, мне кажется, уже думал. Но он назвал Санкт-Петербург в честь не себя, а в честь своего, как сказать-то? Покровителя. Да. Его звали тоже Петр. А кто он был? Подсказка очень хорошая. Их 12 штук. Апостол. Пятый вопрос. Очень сложный. С каким предметом чаще всего сравнивают созвездие Большая Медведица? С ковшом. Ковш-ковш. А маленькую с маленьким ковшом. Ну давайте, пожелайте кому-нибудь хорошего настроения. Уважаемые подписчики канала Негодяй ТВ. Всем хорошего настроения. Дамы, с наступающим праздником. И помочь и денег. И денег. Все в семью. Конечно. Все в жене. Спасибо. Спасибо, Жека. Это было прикольно. Так, ну все, да? Все, до свидания. Приятно было познакомиться. Все, давайте, ребята, пока. Здорово, отец. Я твой фанат. Может быть, ты мой дублер? Может быть, да. Может быть, ты снимаешь такие же видосы, как у меня? Да. Может быть, ты даже подводки делаешь такие же, как у меня? На черном фоне. Маленький белый экран. Да, да, да. Только аэроди. И там написано черными буквами. Какого хрена? Нету фантазии? Все же. Не придумать чего-то своего. Да, я придумал. Но это один видос, где вот твой формат. Какого хрена ты делаешь такие же видосы? Ты мой идеал, поэтому я копирую тебя. Засосемся тогда. Да. Хайс? Хайм. Ха? Ха. Баду? Чайгэть? 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 Узвам потасканым ка-артс. Ага. Проблемы у нас? Чайгэть? 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 Ама, мерседес и кричка. Чайгэть? Сейчас мы подтягиваем армянскую аудиторию сюда. Да, и мой... Не, я люблю армян. Я обожаю армян. Это армяне, это мои братья. Чего греха даете? Как тебя зовут? Сергей. Серега. Да. Это Серго. Серго. Серго, он говорит. Мне Серго написал, поэтому я знаю, кто такой Серго. Он знаменитый блогер, между прочим. Да, 200 подписчиков. Подписывайтесь на его 200 подписчиков. Кто здесь вообще? Подписывайтесь на его YouTube-канал. В описании все будет, ребята. Ванек, как ты? Отлично все. А ты что хотел? Да я на самом деле поучаствовать хотел. Я просто твой фанат, да. Фанат? Но серьезно. Я на тебя подписался где-то 3 месяца назад. Вот, да. Время увидел. И посмотрел практически все твои видосы. Ну, мне вот прям нравится твоя харизма, как ты разговариваешь, общаешься. Сегодня вообще не харизматично. Вот, Ванек не даст соврать, да? Херня полная. Желаю много подписчиков армян на Негодяи ТВ и чтобы у тебя был миллион на канале. Ага, опять. Да. От всей души. Какое-нибудь в конце слова скажем, чтобы люди написали в комментариях. Русич. Русище? Да, Русич. Первое, что пришло в голову. Да? Да. А ты, Ванек, как думаешь, что скажем? Пупок был, да? Пупок? Да. Не было? Пупок? Может, пупок? Пупок? Да. Ну, нормально, да. Ребят, пишем какие-нибудь хорошие, добрые. Снег пошел. Солнце. Это знак, что пора завязывать съемку. Пишите добрые вещи какие-нибудь хорошие, что как все было классно, какие все талантливые. И пишем слово пупок. Да, не забываем переходить на другой канал. Почему? Потому что там будет обзор Москвы. Четкий обзор. Я профессиональный этот чувак, который делает обзоры. Я приехал в Москву. Обычно всегда по делам. Сегодня тоже по делам, но на Красной площади. Нифига себе. Первый раз. Офигенный будет обзор. Там гум, цум, вся эта вот хрень эта вся. На втором канале. Прикосновения. Все, кто приходили, все окучены. Ой, небольшая кота за Федора. Да, я был в Москве, потому что я вел свадьбу у Макса. Макс является зрителем моих видосов вместе со своей уже супругой Дарьей. Ребята, вам респект и бажуха. Еще раз поздравляю вас. Спасибо за то, что приглашаете меня проводить свои мероприятия, свадьбы, корпоративы, дни рождения. Я с удовольствием, еще раз повторюсь, приеду к вам за ваши деньги куда угодно и с удовольствием профессионально все проведу, все ваши мероприятия. Покеда. Макунг, Макунг, Макунг. Субтитры сделал DimaTorzok